Итоги уходящего понедельника Насколько учеников рассчитано и почему в библиотеке точно будет много посетителей Укол здоровья В Бобруське вакцинировались почти 4000 человек Прививка дает наличие иммунитета, антител Когда появится белорусский препарат и как он будет влиять на организм Два на два В Костюковичском районе мужчины с кулаками набросились на милиционеров Что случилось и кому прострелили ногу А также финишная прямая, базовая ставка и важная отрасль Александр Лукашенко принял с докладом министра транспорта Какие темы обсудили Приятные хлопоты Строительство новой 35-й школы близится к завершению Объект готов на 95% Здесь трудится около 500 человек Укладывают дорожки, моют окна, убирают кабинеты Учреждение образования будет ультрасовременным Все подробности у Карина Гуревич Сказано – сделано Летом 2020-го по распоряжению президента Новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу А уже 1 августа жители 7-го микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием И вот спустя год учреждение готовится принять первых воспитанников Дело за малым – навести лоск Внутренние отделочные работы выполнены почти все Уже идет уборка территорий Уборка, моют окна Убирают кабинеты, парты расставлены В принципе, школа готова к сдаче Осталось по наружным работам Благоустройство территории выполнить работы Озеленения немного Ну, уже, если можете заметить, трава всходит Газоны красивые В принципе, 1 сентября сдаем Внутри каждая стена – произведение искусства Пейзажи и портреты классиков литературы украшают школьные коридоры Современные порты и стулья ждут ребят в учебных кабинетах К слову, мебель можно регулировать под каждого ребенка индивидуально Библиотеку окутала паутина – всемирная Здесь есть выход в интернет Созданная безбарьерная среда К вашим услугам – лифт и пандус Любителей активного отдыха ждет физкультурно-спортивная зона Стадион, баскетбольная и волейбольная площадки Значит, сейчас мы набираем по счету 9-й, 1-й класс Всего в начальной школе сейчас 24 класса комплекта Вообще, в школе планируется открыть 44 класса Мы планируем два 10-х класса Изначально было решение один, но тоже большое количество детей Поэтому мы планируем сейчас открытие 2-го 10-го класса В первую очередь мы принимаем учащихся, которые проживают в микрорайоне молодежный То есть в 7-м микрорайоне И затем уже на свободные места мы сможем принять всех остальных желающих детей Первые 10-е классы полностью укомплектованы К 25-му августа завершат набор со 2-го по 9-й Микрорайон новый, много молодых семей Нагрузка на соседние школы резко увеличилась А значит, учебное заведение жизненно необходимо И про маленьких бобруйчан не забывают След за 84-м детским садом строится еще один через дорогу В целом учреждение образования под номером 35 Станет четвертым в этой части города Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Хлебнули волшебный эликсир В Косюковичском районе дебоширы напали на милиционеров Инцидент случился в субботу утром Между соседями разгорелся конфликт По номеру 102 сообщили односельчане Наряд выехал в агрогородок Муравилье Разговор между милиционерами и мужчинами не клеился Ничего лучше не придумав, последние принялись махать кулаками Один из них ударил сотрудника и повалил на землю Коллега попытался оказать ему помощь, но тут же пропустил атаку второго дебошира Чтобы привести в чувство двух братьев, прозвучал первый предупредительный выстрел Не помогло, второй уже был в ногу Драка закончилась, нападавший госпитализирован Оба хулигана были пьяны Они неоднократно привлекались к административной ответственности Младший ранее судим за крашу Действием фигурантов будет дана правовая оценка Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 894 пациента с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразили 462 197 человек Тем временем в Бобруйске продолжается массовая вакцинация Прививают российским и китайским препаратами Первую дозу получили без малого 4000 людей Полный курс прошли более трех Так от болезни защитили себя почти 90% медработников Совсем ненамного отстают педагоги Прививка дает наличие иммунитета, антител, коронавирусной инфекции Даже если вы переболели, то ваш уровень антител будет повышен Продолжается в стране работа над созданием отечественной вакцины По словам главного санитарного врача Владимира Горбунова Белорусская прививка от COVID-19 будет переноситься достаточно легко Препарат содержит почти весь спектр антигенов вируса Это его главное преимущество Кроме того, в него добавляется вещество, усиливающее иммунный ответ в организме Стоит отметить, в конце августа в республику поступит миллион доз синофарма Финал Кубка Солея, зарплата бюджетников и в центре внимания дети В Могилевской области стартовала республиканская акция МЧС Сколько у нее этапов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко принял с докладом министра транспорта и курирующего сферу вице-премьера Встреча прошла во Дворце независимости Говорили о многом Среди главных схем влияние санкций на работу Ситуация в Белаве Финансовые показатели отрасли Дорожное строительство в целом И с отдельным акцентом на местные дороги Не обошли стороной и вопрос альтернативных схем поставок отечественной продукции Более 5,5 миллионов тонн зерна Вес белорусского каравая Самый большой вклад пока внесли столичные хлеборобы Миллионный рубеж преодолели Бески Затем идет Гродненский регион Убрано порядка 70% площадей Здесь же и самая высокая урожайность Более 38 центнеров с гектара Что касается темпов, если не помешает погода То уже на этой неделе уборочная завершится Зарплаты бюджетников выросли причем уже второй раз за год С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей Это основной элемент тарифной системы На основе которой производятся выплаты По сравнению с 2020 темп увеличения составит 106% Хоккеисты Минского Динамо стали обладателями Кубка Салия В финале турнира команда Крейга Буткрафта обыграла юность со счетом 4-2 До конца встречи цифры на табло были равными 2-2 Но за полторы минуты зубры сумели отличиться еще дважды Победив без овертайма Это уже вторая подряд победа на турнире В Могилевской области стартовала Республиканская профилактическая акция В центре внимания дети Специалисты напомнят о безопасных правилах в торговых центрах Ребятам предложат пройти квест Первый этап по 31 августа А уже 1 сентября начнется второй Работники МЧС начнут посещать школы В программе интерактивные игры Плановая эвакуация В завершение единый день информирования 10 числа Что погода нам готовит Назад рассиноптики объявили оранжевый уровень опасности и из-за жары Но только по востоку В Бобруйский вторник обещают быть мокрым Возможно кратковременные дожди Плюс молния озарит небо Ветер подует с юго-запада Скорость 5-9 метров в секунду При порывах до 14 Медики рекомендуют по возможности Не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности Это с 11 до 17 часов В то же время жара не задержится В среду станет прохладнее Да и вся неделя будет с дождями и грозами Такой прогноз делают синоптики В ночные часы температура от 8 до 16 градусов тепла В светлое время 19-26 со знаком плюс Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok